Всех приветствую! Сегодня начну показывать снова засыпанное здание в Германии. По моим наблюдениям вся Германия засыпанная. Вся Германия, все старые дома находятся под землей. Все первые, или вторые, или два, или три, не знаю сколько этажей. Это надо откапывать, кто даст откапывать, никто не даст. Поэтому просто смотрим то, что имеем, то что видим. А я видел самую большую кирпичную стену, 5 метров. Сегодня буду показывать, начну показывать снова и следующей серии, думаю, вы увидите еще интереснее, намного интереснее окна, которые гораздо глубже и не только окна, еще и двери увидите. Вот здесь вот, посмотрите, все двери, как окна, близнецы. Просто они гораздо выше, или вернее окна сделали гораздо ниже и превратили их в двери. Вот эта пристройка принадлежит городской больнице. Мне кажется, странная больница. Очень странная пристройка. К сожалению, во двор нет ухода. Там все закрыто, к сожалению, глубокому. Но и снаружи достаточно видно, чтобы понять, что там тоже все под землей. Это старый корпус. Далее я покажу еще и новый. Здесь мы видим не только окна, но даже двери, которые выходят на глубины под здание. Здание выглядит как античная, очень интересная. Ну, по подвалам бы походить, но никто туда явно не пустит. Субтитры создавал DimaTorzok Что мы здесь видим? Окно, окно и дверь. Скажите мне, чем отличается дверь от окна. Я, например, разницы не вижу. Просто когда-то сделали в окне дверь. И с этой стороны то же самое. Одна дверь просто заложена, когда-то была. И нижнее окно с верхним, вернее нижнее дверь с верхним окном ничем не отличаются. Практически один в один. Здесь мы видим древнюю стену, выступающую из-под земли, с окнами. А сверху, скорее всего, это настроенное. Уже наводил, так скажем. И вот здесь хорошо видно, как со старого здания и переходит потихоньку в новое здание. Вот таким вот образом пристроили, вырыли котлован и пристроили прям один в один. Чтобы использовать все полностью и низ и вверх, как положено. Вот здесь вы видите окна, окна. А вот что здесь внизу? Кто-нибудь может мне сказать? Это окно или дверь все-таки? А может быть это второй этаж? А дверь уже на первый этаж, который находится еще гораздо глубже. Вот это, конечно, интересно бы исследовать, но нету такой возможности. Вот это новое здание пристроено, причем его пристроили на той же самой глубине, вырыли котлован. И чтобы использовать подвальное помещение, или вернее это первый подземный этаж, или второй это подземный этаж. И все так как бы нормально. Во всех домах двери, как будто в окна врезаны, как один, как один. Смотришь, иди, удаешься. Сейчас еще следующее сниму. Надеюсь, никто мне писать не будет, что это культурный слой, или это здание вот так целыми улицами проседали, или так строили, рыли вот так вот лопатами целые улицы, потом закладывали фундаменты, строили стены, потом засыпали. Вообще-то очень смешно, конечно, это. Вот таких подобных домов здесь тоже много. где сохранилась одна стена, потом пристроили балочно-кирпичные стены. В общем-то в России строили на старых стенах бревенчатые, а здесь вот такие балочно-кирпичные. Ну вот таких зданий я все больше и больше нахожу, где ширина окон совпадает с верхним этажом, поэтому здесь вопросов совершенно нет. Тут, конечно, их сеткой закрыли, с отверстиями. Ну, скорее всего, от вандалов и от таких же, наверное, как я, чтобы рисовали свой нос куда не следует. Я буду периодически показывать подобные здания. Думаю, до тех пор, пока мне это не надоест. Когда мне на это надоест, я не знаю, не могу сказать. Ну, надеюсь, на какое-то время меня, по крайней мере, хватит. Смотрите, подписывайтесь и, может быть, вы еще много интересного увидите. Не только замки, крепостя, может быть, еще что-то попадется. По крайней мере, все-таки где-то иногда бывают глазейки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я еще пока на сегодняшний день не видел даже ни одной деревни, где нету подобных зданий. В каждой деревне хоть одно здание такое есть. Ну, по крайней мере, может быть, мне просто современные деревни еще не попадались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот виднеется мой любимый собор, который я уже неоднократно показывал. И вот если от этой стены смотреть, то он, я думаю, примерно где-то метров так 15 где-то. Ну, больше 10 точно, если эта стена, скажем, метров где-то около 8-7-8 метров, то там еще подъем и еще метра полтора. В общем, приличная высота получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут я еще раз попытался эти отдушины снять, чтобы было лучше видно, по крайней мере, качество. Вот и камеры намного лучше. Мы видим здесь прекрасно подвал, кирпичные стены, которые еще уходят на глубину. Насколько я понимаю, под моим городом таких подземелья просто немерено. И даже знакомые говорят, что под их предприятиями тоже что-то находится закрыто, там что-то когда-то откачивают и так далее. В общем-то, много чего. Люди просто в этом городе сами не знают, что там находится под землей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот в эту отдушину мне не удалось снять, поэтому остальные отдушины я уже не стал пытаться, потому что там тоже довольно толстый камень. Мне не представляется такой возможности. Вот эта дверь метра, наверное, где-то 3, там сверху еще примерно такое же, даже чуть больше расстояния получается, где-то 7-8 метров примерно только эта стена. И еще теперь учтите, те здания с подвалами, которые я только что перед этим показывал, у меня здесь за спиной находятся. Следите за моими видео. Кто его знает, что я еще смогу снять, кроме замков, крепостей, стен, подвалов. Поживем, увидим. Надеюсь, кому-то это пригодится. Всем удачи, счастья, здоровья. На этом пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok